Всем огромный привет! Сегодня хочу поделиться рецептом пряников с начинкой, которые я раньше когда-то давно пекла на заказ. Они всегда получаются неимоверно вкусные. Рецепт настолько идеальный, что получается у каждого с первого раза. Раньше я готовила домашнюю выпечку на заказ, а это один из рецептов, которые заказывали чаще всего. Покажу два варианта формирования пряников. Итак, приступаем к приготовлению теста. В миску кладем 200 грамм сахара, добавляем немного соли, 1 чайную ложку соды. Добавляем 2 чайные ложки корицы. Я не особый любитель корицы, но эти пряники намного вкуснее, когда добавляешь в них корицу. Кстати, себя она там совершенно не выдает, поэтому рекомендую ее добавить. Добавляем 3 столовые ложки меда. По весу это примерно 150 грамм. Разбиваем 2 яйца. Кладем 100 грамм сливочного масла. Перемешиваем. Ставим получившуюся массу на водяную баню. Держим на водяной бане примерно 10 минут. За это время масло растопится и масса начнет пузыриться. Снимаем со дня. Сразу добавляем 150 грамм муки и перемешиваем. Оставляем тесто в сторонку, чтобы остыло. Можно поставить холодную воду, чтобы быстрее остыло. Как только тесто будет теплое, можно добавлять оставшуюся муку. Всего муки мне требуется примерно 600 грамм. Тесто должно быть эластичным, слегка липнущим к рукам. Тесто готово. Можно сразу приступать к формированию пряников. Сначала поделюсь моим любимым способом формирования пряников. Это при помощи вот таких пряничных досок. Тесто делю на кусочки, так чтобы тесто полностью заполняло форму. Берем пряничную доску, присыпаем мукой, лишнюю муку стряхиваем. Берем тесто и скалкой раскатываем пласт по форме. Припыляем его мукой и припыленной стороной кладем форму. Распределяем тесто по форме. Кладем 1 чайную ложку повидла. Лучше брать кисловатая, у меня сливовая. Теперь обрезаем по краю немного теста. Собираем его и раскатываем в небольшой пласт. Кладем получившийся пласт на варенье и скрепляем по краю. Теперь получившийся край укладываем в форму. Сверху придавливаем или проходим со скалкой. Вынимаем получившийся пряник. Вот такие красивые они получаются. Еще можно формировать пряники с начинкой таким образом. Берем кусочек теста, раскатываем в небольшой прямоугольник. Берем вот такую скалку с узором и наносим узор. Переворачиваем узором вниз. На край кладем повидло. Закрываем второй стороной и закрепляем. Я еще прохожусь вилкой. Кладем на противень. Выпекаем пряники при 200 градусах 10 минут. Определить их можно по виду. Они поменяют цвет и слегка зарумянятся. Кстати, такие пряничные доски и скалки с узором можно посмотреть на сайте Текстура. Там действует промокод на скидку 10%. Ссылку на сайт и промокод смотрите под видео в описании. Приготовим глазурь. Можно вашу любимую. Я сегодня готовлю такую. В миску кладем 100 грамм сахара, добавляем 30 мл воды. Перемешиваем и ставим на плиту. Варим с момента закипания 2 минуты. Я ставлю в микроволновую печь и варю ровно 2 минуты. На максимальной мощности. Теперь быстро покрываем пряники глазурью. Почему быстро? Потому что глазурь застывает моментально. Вот так выглядят готовые пряники. А вот так они выглядят в разрезе. Кстати, хорошо тем, что такие пряники можно хранить долго. Со временем они становятся только еще вкуснее. Поэтому смело готовьте их впрок. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Поделитесь в соцсетях или напишите комментарий. Ваши отзывы – самая лучшая награда для меня. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok